Слава Господу! Знаете, наблюдаем за подростковым хором. Я смотрю на них, на каждого ребенка, и вот вы видите, родители сидят и смотрят и видят себя там, да? Вот как бы мы ни хотели, но вот наши дети, они похожи на нас. Я смотрю, вот Кришевских похожи, мой похожий, там другие котельники. Мы видим, мы как будто видим себя, слава Богу, да? И вот когда они поют, когда они поют, мы понимаем, что наши старания, наши молитвы, то, что мы влаживаем в них, они работают. И нам приятно слышать, что эти уста, они сегодня возносят славу Господу. Аминь! Слава Богу! Вы знаете, Бог просто благооставляет нас. К сожалению, я смотрю, вот подростков еще, детей очень много всегда, подростков чуть-чуть меньше, молодежи уже становится еще меньше. Когда человек начинает принимать уже осознанное решение, вот когда мы видим молодежи, знаете, они начинают ревностно служить Богу, тем более слезы наворачиваются. Я помню одну проповедь, вспоминаю Дэвида Вилькерсона, говорит, пришла ко мне одна сестра, и она говорит, брат, помолись, помолись сегодня за мою нужду, за моих детей, они там и там в мире находятся. А он говорит, сестра, скажи мне, сколько ты времени проводишь для того, чтобы твои дети, они были в церкви? Сколько ты времени проводишь в молитвах? Сколько ты времени проводишь с Богом? И сколько ты времени проводишь возле телевизора, возле сериала? Скажи мне, если твое время, говорит, ты больше проводишь там, говорит, я даже молиться не буду. Знаете, все зависит от того, что мы влаживаем, влаживаем наших детей, наших подростков, молодежь, и нам приятно, когда они славят Бога Я думаю, Богу тоже приятно, когда они славят Бога Знаете, наш маленький внучок, когда мы поем сейчас, он тоже поет, поет, и ты смотришь, насколько это, знаете, для Бога Когда сердце чистое, у этого маленького ребенка, когда у них сердца чистые, и они возносят, слава Богу, как Богу приятно это Аллилуйя, слава Богу Вы знаете, когда-то к нам в гость приезжал один брат, и, знаете, вышел проповедовать, и говорит, у нас на кафедре написано, говорит, а мы проповедуем Христа распятого И говорит, возле этой кафедры растет еще раз цветочек, и вот, говорит, никто на нем, ну, подливали-поливали, вот, говорит, он И начал одно слово закрывать, а мы проповедуем Христа, распятого закрыл Говорит, растет, растет, цветочек еще поливают, закрыл и Христа и говорит, а мы проповедуем. Знаете, не хочется сегодня выходить и проповедовать. Вы знаете, я вижу, сколько сейчас смущения происходит в народе, сколько смущения вообще, по крайней мере, у меня. Я вижу, смотря на всю эту, знаете, ситуацию и мировые, и в церквях, и просто, когда предложили проповедовать, я думаю, Господи, о чем проповедовать? Есть моменты, которые я не понимаю, о чем проповедовать. И знаете, и слышу голос, проповедую Христа распятого. Когда ты будешь проповедовать Христа распятого, знаете, которого Бога проповедует, который отдал жизнь свою за тебя, знаете, за эту святость, ты всегда будешь угождать Богу, и всегда люди будут слушать тебя. Знаете, не приводить к тому, что ты, знаете, какого человека, авторитет где-то выходит, знаешь, смотришь, фокусируешься на человека, но проповедуй сегодня Христа распятого. Проповедуй сегодня о милости Его, проповедуй Его сегодня о прощении, о спасении, о том, что Он сегодня любит тебя. Когда ты будешь делать это, знаете, благословение будет, и ты будешь чувствовать, что Бог, Он сегодня рядом с тобой. Знаете, как важно сегодня чувствовать и ощущать Божье присутствие в наших молитвах, в наших проповедях, в наших песнях, потому что это все во славу Божью. Это все сегодня для славы Божьей. Я хочу сегодня прочитать Слово Божье. Время немножко ограничено. Я хочу сегодня попроповедовать на одну тему, которую я размышлял. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называем красными, просить милостыни уходящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня. «А что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи». И взял его за правую руку, подняв, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочил, встал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его, ходящим и хвалящим Бога. И узнали, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления, от случившегося с ним. И как исцеленный храмой не отходил от Петра с Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называем Соломоном. Увидев же это, Петр сказал народу, «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что Он ходит». Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, про которого мы проповедовали, и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам, человека, убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление, сие пред всеми вами. Вы знаете, вы все знаете это место священного Писания. Два ученика Господни шли в храм помолиться. И знаете, мы привыкшие особо, у нас никто не стоит там на парковке. Иногда, я помню, в России там цыгане начали приходить, и так становились, они к концу собрания приходили, и становились там, и там кто выходил, давали, давали. В православных храмах там, знаете, сидят на ступеньках, там много просят. Вы все знаете. Знаете, и вот два, и Петр, и Иоанн идут в храм помолиться. И вот сидит, сидит этот хромой, отчего матери написано, и просит милостыни. Вы знаете, у вас когда-нибудь просили милостыню? Просили, да? Я недавно столкнулся, как недавно, может быть годик назад, я приехал в Даллас выгружаться, и подходит ко мне, уже так вечерком было, приходит, стучит один, ну, я думаю, как нас говорят бомж, я думаю, человек, который, ну, просит милостыни, он мне стучит, дай мне денег. Я говорю, зачем тебе, мне на еду надо, дай мне денег. И он, ну, не то, что просит, а он настойчиво мне так, дай мне. Я говорю, ты знаешь, денег у меня для тебя нету, хочешь, я тебе дам еды, а что у тебя есть? Ну, я ему там дал, 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 он пошел, знаете, я еще не видел, человек отошел от меня, и он, и он еще больше меня поносит, начал, что я ему денег не дал, что я ему денег не дал, а дал ему еды, то, что я сам ем. Иногда люди, знаете, они просят, да, дай, дай мне что-то, но эти смотрелись в этого человека, смотрелись и говорят, посмотри на меня, посмотри на меня, я не знаю, что этот человек видел, видел в них, учениках. Возможно, они были в бедной одежде, смотри с меня, посмотри на меня. Возможно, какая-то, не были, знаете, какие-то одеяния, богатых, богатых людей. Говорит, золота и серебра нету у меня. Нету у меня на то, что ты хочешь получить от меня. Нету у меня, знаете, никаких денег нету. Знаете, но он говорит одно, золота и серебра у меня нету. А что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа, стань и ходи. И на граб, братья мои, сестры, знаете, вот когда нас попросят, дайте что-то, вот поймайте себе на мысли, мы не можем дать то, чего нет у нас. Вот если вы сейчас проверите свои кошельки, что-то у вас есть, возможно, у меня там где-то сейчас и кошелька даже нету. Вот я не могу дать то, чего нет у меня. Иногда нам может легче дать 10 долларов, 20 долларов, но того ценного, что дорожили, знаете, ученики, иногда у нас нету. Иногда у нас нету, и мы можем, знаете, где-то, мы не можем этим пользоваться, потому что его сейчас нету. У меня есть 10-20 долларов, а того, что, знаете, ценное, что дорого, знаете, то, что исцеляет, то, что дает свободу, то, что прощает, у меня нету. Знаете, мы давайте проверим свое сердце и свое состояние, а что есть у меня сегодня. Возможно, пожилые люди вспоминают, да, было у меня раньше, но то, что у тебя раньше было, его сейчас нету. А кто-то думает, молодые, вот я буду трудиться для Бога, и у меня будет, возможно, оно будет, но сейчас его у тебя нету. Знаете, иногда мы думаем, вот где-то там брат какой-то, что-то, какие-то, но мы не можем дать того, чего у нас нету. Что ты сегодня имеешь, и что я сегодня имею. Давайте, знаете, проверим свое состояние и свое сердце, потому что, знаете, это очень глубокая мысль, это глубокая мысль, потому что то, что мы даем иногда, вот каждому из вас подходят дети, особенно, потому что, папа, дай мне там 10-20 долларов мороженого, о, послушай, папа, там мороженое разводилось, музыка играет, дай мне там денег, побежал, на тебе, пожалуйста, деньги, нам легче отдать деньги, нам легче, потому что они есть у нас, но иногда, когда, знаете, подходит, поднимается температура, поднимается, знаете, какая-то болезнь приходит, и когда ты ночью становишься, то, как хочется, и туда 20 долларов не приложишь, и туда 10 долларов не положишь, и даже 100 не поможет тебе. Знаете, поможет то, что, знаете, цена, которую ученики, они ценили, золота нету, но что имею. Вот, ты можешь ждать то, что ты имеешь на данный момент. И, знаете, когда мы молимся, когда, говорит, вот исцеление пришло, знаете, Бог увидел тебя, услышал тебя, когда ты молился ночью, и Бог дал исцеление, дал исцеление, и ты понимаешь, что даже деньги, тот кошелек, который у тебя, или машина, дом, что-то, оно не так важно, как то, что мы имеем, что я имею во имя Иисуса Христа. Даю тебе, встань и ходи. Знаете, когда Бог отвечает на твою, и мою молитву, это самое ценное, это самое ценное, знаете, когда приходится со своими детьми, уже старшими, беседовать, разговаривать с ними, знаете, они вспоминают, папа, помнишь, мы молились, помнишь, мы молились. Иногда, я помню, однажды мы опоздали на самолет, у нас было три коннекшена, еще четыре самолета, и мы опоздали. И нам сказали, мы ничего не можем сделать, платите заново билет. Я говорю, я не буду платить за всю семью. Знаете, а мои дети, папа, мы же молились, когда Бог нам ответил, давай сейчас будем молиться. Я говорю, ну молитесь, дети. И знаете, они как взялись, так хотели в гости ехать. И знаете, молятся, молятся, тут подняли телефон, там где-то позвонили нашему дедушке, молятся, молятся. И знаете, что Бог сказал? Что эта ситуация, она уже не столько для вас, но Бог уже учит и ваших детей, то, чтобы они молились Богу. Бог уже и учит для того, чтобы они знали, кому молиться, на кого уповать, и что дальше делать. Вы знаете, Бог, Он милостивый Бог. И знаете, если вы внимательны были, то 16 стих, я еще раз его прочитаю. И ради веры во имя Его, ради веры во имя Его, укрепилась Его, которого вы видите и знаете. И вера, которая от Него, от кого? От Бога вера. И знаете, еще прочитаю. Даровала Ему исцеление, и сие перед всеми вами. Знаете, и вера от Него, и исцеление от Него. Самое главное, знаете, вот когда иногда, ну, нету того, что мы можем дать, иногда вот молятся, говорят, ну, нету исцеления. Знаете, ну, то, за кого молились, веры у Него нету, значит, и исцеление не пришло. Знаете, тут написано, что вера от Него, от Господа вера, и исцеление тоже от Него. Знаете, когда мы чувствуем Бога рядом, когда Он с нами, когда мы ложим руки, знаете, и ты имеешь то, не знаешь, не финансы, а ты имеешь то, на что апостолы, и Петр говорили, золота нету, посмотрите на меня, посмотрите на меня. Он говорит, посмотри на нас. И мы сейчас видим, ну, прекрасный одетый человек, а на них там смотрели, я не знаю, какие-то особые, посмотри, возможно, было видно, что у них нету денег, да? Возможно, было видно, что у них денег. Вот я сейчас на вас смотрю, мне кажется, у вас во всех денег есть. Вы знаете, вы все одеты хорошо, и прекрасно, но, знаете, одно нам надо, что мы должны сегодня иметь, то, что имею, я сегодня даю, во имя Иисуса Христа, встань и ходи. Знаете, обновилась вера, и исцеление пришло сегодня от Господа. Знаете, как хочется, чтобы наши дети, наша молодежь, наши, знаете, то, что за кого мы молимся, за наших родителей, за подростков, за всех, чтобы мы могли дать им не только, знаете, финансовую часть, но чтобы мы им сегодня могли дать, на что бы они могли уповать в своей жизни, уповать на Господа, вот, чтобы они могли вспоминать, что папа положил руку, и пришло освобождение, исцеление. Чтобы, знаете, когда, я помню, когда-то мне было, наверное, лет 8, 7-8, я вспомню, в комнате, где-то там, мать молилась постоянно, почему-то ночью просыпались, и говорила, Господи, я не могу, породкую их сам, породкую, и кажется, ты через ночь слышал это слово, через ночь слышал эти слова, не было упования на денег, потому что денег не было, не было упования на какие-то другие, потому что приходилось уповать только на Господа, только на Господа, на Его милость, братья мои, сестры, мы сейчас будем молиться, я хочу просто, чтобы мы сегодня посмотрели, проверили сегодня свое духовное состояние, может, тебе сегодня, да, легче дать 50 долларов, 20 долларов, 30, 100 долларов, возможно, 500 долларов, тебе легче дать, и нам всем, что ты сегодня можешь дать, такого, чтобы твои дети, чтобы, знаете, вокруг тебя люди могли принять это, и сказать, что этот человек, через него действует сегодня благодать, что он сегодня помолился, и сошел в Дух Святой, что он сегодня помолился, и пришло исцеление, что помолился, и пришла милость от Господа, давайте проверим свое сердце сегодня, и просто прославим Господа, давайте встанем и будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok